Приветствую вас. Я думаю, Елена, что таким вот ключевым моментом является то, что вы холодность мужчины к вам, сексуального, воспринимаете как оскорбление. То есть, вот если он ко мне относится к вам вот так, то значит я автоматически сразу же не желан. Вот. То есть вы видите связь, а её связи на самом деле нет, но она для вас и есть. Очень важно понять, как эта связь для вас существует. Потому что, ну, у мужчины может быть, в принципе, свои некие представления о сексе, свои потребности в сексе. И мужчина может даже не отдавать себя чего-то в том, что должно быть по-другому. Так что здесь, конечно же, этот вопрос, на мой взгляд, стоит разрешить. Потому что, в противном случае, я думаю, вы просто, ну, будете многие свои отношения таким образом рушить. Вот. То есть вы думаете, что если человек к вам холоден, то есть он вас не любит, значит, что с вами что-то не так. Так, и вот это вот ключевой момент, что с вами что-то не так. А на чём, собственно, вы, ну, почему вы сделали такой вывод, да, что с вами что-то не так? На чём основывается ваш такой вывод? Это уже вопрос из вашего прошлого опыта, конечно же. Вот. То есть в целом работать нужно с ним. Вот. В остальном же, в остальном же, ну, ситуация не столь однозначная. Я бы сказал, что нужно больше информации о вас с, ну, вот о вас с молодым человеком, о вас с мужчинами. Нужно больше информации, потому что не совсем понятно, какой у вас формат отношений, почему этот формат отношений у вас, вообще говоря, на расстоянии, да, и как бы с того, что у вас, собственно говоря, связывает, что между вами общего. Вот. То есть это тоже вот такой, ну, достаточно важный момент, важный нюанс, вот, который, на мой взгляд, нужно разобрать, потому что это, ну, как бы напрямую влияет на вас. Вот. А вы пишите мне 28, я в отношениях 4 месяца. Месяц ли для вас отношения, сколько вам лет? И сколько времени вы в отношениях? Потому что, потому что ситуация заключается в том, что для отношений отношений на расстоянии, к сожалению, это очень мало. Вот. Вот. И, соответственно, какое для вас значение, значение, значение? В таком случае имеет вот то, что вы 4 месяца, ну, в отношениях. Дальше. Мы с моим молодым человеком живём в разных странах, видимся один-два раза в месяц, мы прекрасно общаемся, понимаем друг друга и обладаем его частью юмора, возможно, выслушать его. Но в тот момент, когда мы бываем вместе, он холдинг ко мне в плане секса. Ну, опять же, понимаете, что значит холдинг, да, то есть секс у вас есть, а что значит холдинг, то есть мужчина, грубо говоря, в сексе не проявляет себя так, как хочется вам. Вот. Ну, это уже немножко другой момент, это уже немного другая история, это уже не про холодные отношения. То есть не холодное, да, не холодное отношение к сексу и к вам, это уже немножко про другое. Эм, так, значит, эм, то есть мы можем месяц не видеться, потом провести несколько дней месяцев, у нас если будет один-два раза секс, то здорово. Ну, опять же, вы, это вот, все зависит от, от темперамента людей. Относительно ко мне нежно, заботливо в последнее время начало чувствовать, что, что таким образом становится у меня больше другом, а не мужчиной моим. А что для вас, мужчина тогда? То есть, ну вот, нежность и забота. Для вас не мужское поведение получается, а какое поведение, поведение? В таком случае, какое мужское, если вот в данном случае забота и нежность это не мужское? Вот. То есть это вопрос. Говорил с ним, что с ним не устраивает секс, он с ним обходит страну, ну, потому что, к сексу отношения у людей разные и, может быть, он обходит страну, да? Что это для вас значит? Начало уже себя считать незеланной и непривлекательной, но это вот, опять же, вопрос к вам. К тому, как вы себя воспринимаете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого вам доброго и удачи.